Елена Владимировна, не буду кокетничать, знаю, что приехали из Санкт-Петербурга, в сути, издалека. Чего поближе хороших курсов не нашлось? Не, не в этом дело, на самом деле. Я случайно вышла на сайт Михаила Шестова, и мне оказалось очень близко это. Я давно искала человека, который бы показал, как произносятся все эти слова. Потому что лично у меня самая главная беда была в том, что, видя какое-то слово, я не могла его произносить. А раз я его не могу произнести, я его не запоминаю, не понимаю вообще, о чем речь вообще происходит. Вот, и поэтому я плюнула на все. Я знаю, я просматривала очень много курсов английского, везде учат вот этой грамматике, которую у нас учили в школе, в институте и так далее. Везде ее преподают. Вот, поэтому мне надо было найти именно, как произносятся эти слова. И потому что слышишь одно, видишь другое, а сам говоришь совершенно третье. Плюс ко всему я работала три года за границей, и там все прелести, незнание языков на себе испытала. То, что нас учили в школе, ну вообще никак не проходит, нас совершенно не понимают, улыбаются в лицо, потом отворачиваются и больше с вами не разговаривают. Вот, поэтому я так обрадовалась, что я наконец-то, не то чтобы нашла, а мне попалась, скажем так, такой человек, где бы я узнала наконец-то, как произносят эти слова. Да, и причем не только по отдельности, но и слитно. И в разных выражениях, как это все, чего применяется. Вот это было для меня важно. Скажите, пожалуйста, сколько я помню, вы у нас уже приобретали, занимались, надо полагать, по заочным курсам. Да, вот первое, что я приобрела, это заочный курс, поскольку в Питере Михаил не проводит никаких курсов, вот, ехать в Москву, тогда я не имела возможности такой, вот, поэтому я приобрела заочный курс. Я начала по нему заниматься, но я поняла, что прежде чем по нему заниматься, надо все-таки пройти очный мастер-класс. Ну, то есть разница все-таки большая? Разница очень большая в том, что там уже идет, как бы, продолжение. Здесь Михаил рассказал о разных нюансах этого языка, как эти буквы все произносятся, как эти буквы в словах произносятся, какие буквы глотаются, какие наоборот, на которых, наоборот, делается акцент. Этого, как бы, в курсе всеобъемлющем нет. Там идет, скажем так, как бы такое слово подобрать. Ну, скажем так, там идет продолжение этого курса очного. Ну, поэтому, видите, мы и позиционируем это именно как заочный курс, а не самоучительный курс. Такая и тесная связь с преподавателем, безусловно, именно в той связи, о которой вы только что сказали. Ну, вот, в принципе, даже любой заочный курс в любом ВУЗе все-таки требует каких-то очных занятий. Все равно идет начитывание каких-то лекций базовых. Вот этот мастер-класс и, как бы, есть вот это базовые лекции, после которых можно действительно уже самим заниматься дальше на заочном курсе. Ну, я бы это назвал, так скажем, высшей, что ли, так скажем, степенью вот этих очных занятий, потому что у нас, в принципе, есть и очные курсы с авторизованными преподавателями, консультации. Ну, конечно, мастер-класс, безусловно, является вершиной, так скажем. Творчество Михаила Юрьевича, да не побоюсь такого высокого штиля. Это да, это я с вами соглашусь. Вот, плюс ко всему я же еще посмотрела вебинар, поучаствовала когда-то там давно. Поэтому, в принципе, даже, скажем так, через экран монитора от Михаила чувствуется его энергетика, и плюс ко всему чувствуется, что человек знает, что он говорит. Не просто так, как многие преподаватели, а я там знаю несколько правил, я вам сейчас быстренько все расскажу. В общем, объясняю все то, что мы можем, в принципе, сами найти и в учебниках, и в том же интернете. А тут именно преподается, так скажем так, более глубокие и более точные знания, основанные, не основанные на физиологии, скажем так, человека, а не искусственное что-то. Ну да, в принципе, у Михаила Юрьевича, естественно, перекликается. Даже в любом спорте, если хороший спортсмен, то тренер его тренирует, основываясь на его физических возможностях. Подбирает такую методику. А вот Михаил нашел вот эти вот особенности, скажем так, универсальные почти для всех людей. Дальше, если кто-то хочет сам отдельно совершенствовать и чувствует где-то что-то не так, он может именно этого человека подправить, учитывая его особенности. А так, вот какие-то такие вещи языка, вот он нашел, которые как бы лично в моей душе откликнулись. И я, наконец, поняла, что к чему. Вот. И плюс ко всему, я, может быть, там, забегаю вперед. Нет, нет, пожалуйста. Ну, я поняла, что действительно сначала первичное, вот это правильное произношение, а вторичен уже смысл. Смысл доходит сам собой как-то автоматически. Как-то вот организм сам находит ответ, что это такое, что это вот за слово означает, или что это действие заозначает, высказанное вот такими вот словами. По-русски это вот такие вот набор букв, а по-английски это действие описывается вот таким набором букв. По-английски оно вот так произносится, а по-русски оно вот так вот произносится. Вот этот смысл организм или мозг сам находит. То есть не надо зубрить слова отдельно. Вот это самая главная мысль. Понятно. Ну, что я могу сказать, еще кроме этого, еще набрить? Хотелось бы, конечно, но хотелось бы уже приехать, вот немножко я вот поизучаю самостоятельно, и хотелось бы уже приехать, показать свои результаты Михаилу, чтобы он меня поправил, где я чего не так говорю. Хочется, как говорится, обратной связи. Поскольку я не имею возможности общаться с носителями языка, надеюсь, когда-нибудь она будет. Но в данный момент, пока я изучаю, этого нет. И чтобы меня кто-то поправил и услышал, о, да, так здорово говоришь, или там наоборот, это слово-то я плохо говорю. Кроме как к Михаилу пока обратиться некому. Ну, мы всегда будем рады вашим обращениям. Вот по всем форумам, по скайпу, по телефону, и лично всегда рады вас видеть. Ну, я буду стараться. Большое спасибо. Если, как сказать, хочется что-нибудь, какую-нибудь умную фразу завернуть, а понимая, что бесполезно, лучше что-нибудь попроще сказать. Не, я с удовольствием поучаствую еще в каком-нибудь мастер-классе, что-нибудь еще, это всегда интересно, познавательно. И плюс ко всему мне бы хотелось бы, наверное, не только в английском, а еще какой-нибудь язык. Ну, это наш следующий, скажем, шаг, серьезное развитие других языков. Ну, это главное, чтобы не стоять на месте и развиваться дальше. Я надеюсь, что, я не знаю, как авторизированные преподаватели работают, я не занималась у них, но хотелось бы, конечно, чтобы вот этот мастер-класс проходил не только в Москве и почаще. Учтем, учтем все ваши пожелания. Спасибо вам большое, были рады вас видеть.